Слава Украине! Привет всем! От Полонского. Рашистов забанили. Да. Забанили очень серьезно. Забанили всю группу Russia Today. Забанила ее группа Мета. О чем идет речь? Это Facebook, это Instagram, это WhatsApp и это Threads. То есть вообще вся группа, причем это по всему миру. Им повыносили аккаунты, закрыли их и собственно говоря аккаунты восстановлению не подлежат. Удар такой довольно серьезный поддых российской пропагандистской машине. Странно одно, что это сделано на третий год войны. Большой, полномасштабный. Надо было это сделать давно раньше, но вот уничтожили их аккаунты только сейчас. Надо сказать, что расисты активно пользовались своими медиапомойками для того, чтобы нести дезинформацию, нести ложь, нести клевету, разжигать ненависть и так далее. между народами. То есть делали все, что только можно, чтобы нагадить, напаскудить, забить мозги и так далее. Все, что они делают у себя. Посмотрите, как это работает. Работает довольно эффективно. Посмотрите на вот этих сумасшедших чмобиков, которые подыхают на фронте. На их мамаш, которые отправляют своих детей за белыми жигулями. То есть это абсолютно сумасшедшие люди. Вот. Благодаря стараниям вот боброедки и ей подобных. Забанена также полностью сейчас медиагруппа РИА Новости, ТВ Новости, Рупт Лай какой-то, я не знаю, что это такое. И Спутник. Спутник, знаю, это пропагандистское лойно. Вот. То есть забанена большая группа компаний, в том числе и Russia Today. Ну, это хорошая новость. Кстати, смотрите, они еще чем занимались на том же Фейсбуке. Очень важно забанить не только их, а вот все боты, которые, они плодят огромное количество ботов везде. Да, то есть просто гигантское. И эти боты, скажем так, задействуют полезных идиотов, которые потом несут российскую пропаганду в тех же Соединенных Штатах Америки в среде трампистов, например, да, в той же Германии они ищут полезных идиотов среди тех, кто поддерживает АФД и эту САРУ с труднопроизносимой фамилией Вагенкнехт или как-то так. То есть, ну, вот среди, скажем так, они ищут полезных идиотов среди сторонников праворадикальных партий, изоляционистских партий и так далее. То есть, вот эти боты, они в огромном количестве плодятся и, собственно говоря, если банить уже Russia Today, то надо банить и всех ботов. Иногда даже, да, вместе с полезными идиотами. Почему? Потому что они, собственно говоря, они сами люди, скажем так, подверженные влиянию и даже в отсутствии ботов, они будут ботами, они будут нести ту же самую чепуху. Ну, а в общем, конечно, новость хорошая, интернет станет почище. А вот это вот все дерьмо будет литься только исключительно на головы тех, кто пользуется таким отстоем, как, например, Routube. Продолжение следует...